Украинцы, украинки, все наши защитники и защитницы. Украинцы, украинки, все наши защитники и защитницы. Только что я принял участие в специальном заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по просьбе Украины. Созванная Албанией. Эта страна председательствует в Совбезе. Мы задействовали все международные рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм. За все сделанное российской армией против украинцев в Кременчуге, в Очакове, в Лисичанске, в Харькове, в Днепре, во многих других городах Украины. По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов. Совет Безопасности ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться. Просто чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор. Именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа. Я призвал ООН использовать уже существующие механизмы устава, чтобы прекратить российские манипуляции структурами организации и создать специальный трибунал для расследования действий российских оккупантов на украинской земле. Правоохранительные органы и разведка Украины делают все, чтобы установить всех российских военных, ответственных за террор против наших городов. Фамилии, лица и вся информация о каждом из этих террористов будут известны миру. Никто из них не сможет избежать ответственности. И персональных санкций для этих лиц будет недостаточно. Приговор суда и тюрьма – вот это минимум, которого они заслуживают. Я отдельно хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств, чтобы никто не смел обманывать по поводу ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. Вот как это было в Кременчуге. И за этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, через усиление санкций и обязательно в трибунале. Я благодарен всем, кто защищает Украину. Подписал сегодня новый указ о награждении наших героев. Еще 314 участников боевых действий отмечены государственными наградами. Вечная слава нашим защитникам и защитницам. Слава Украине!